Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Вкус детства Вкус детства А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова и отдыха, и в самом деле был событием. Один месяц отпуска не всегда выпадает летом, а вот школьные каникулы – вариант беспроигрышный. Чем же себя занять детям? Оздоровительный лагерь, бабушка в деревне и, конечно же, встреча с приятелями во дворе и игры на детской площадке. Кстати, вопрос их обустройства горячо обсуждался в конце 80-х, в начале 90-х годов. В эпоху СССР периоду детства внимание уделялось особое. Непременное посещение школьного учреждения, оздоровление в летних лагерях и, конечно же, организация детского досуга. И как здорово было, отсидев уроки, отзанимавшись на кружках, отрепетировав вхождение строем, просто собраться на детской площадке с друзьями и приятелями, с соседями и ребятами из других дворов. Без детских площадок невозможно представить ни один многоквартирный дом. Площадка была определенной системой координат, на которой выстраивался мир человеческих взаимоотношений. Рядом с малышами, копающимися в песочнице, непременно сидела строгая бабушка, которая зорко смотрела по сторонам. Порой этих бабушек было несколько, и тогда прорваться к качелям ребятам постарше было еще сложнее, ведь младшим нужно было постоянно уступать. Зато на радугу, сваренную из железных труб и покрашенную в немыслимый цвет, малыши не посягали, и ребята среднего возраста смело по ней ходили, лазали, висели и спрыгивали. Чтобы сдать дом новостройку, нужно было непременно построить во дворе детскую площадку, причем в соответствии со всеми нормами и правилами. Иначе был велик риск, что из-за копеечной в сравнении с ценой всего строительства площадки сорвется сдача дома. Однако иногда вместо детского городка новоселам доставался строительный мусор и лежащие на земле трудники. Или же наспех установленные элементы оказывались ненадежными и быстро выходили из строя. Ломались железные качели, покрывались ржавчиной горки. Тогда приезжали работники ЖЭСа. Или же сами жильцы инициировали субботник и старались приукрасить детское пространство. Кто не мечтает в разгар лета лежать на пляже и зажмурив глаза прислушиваться к тихому плеску воды? У бродинцев такая возможность была всегда. В архиве мы нашли сюжет 1991 года под названием «Новый пляж». Приглашаем посмотреть и узнать знакомые места. Узнал ли кто-то из вас эти места? Сначала нам показалось, что это озеро юбилейное. Но потом мы начали сомневаться. Особенно смутило в названии сюжета определение «Новый», ведь пляж здесь появился очень давно. Искусственное озеро недалеко от деревни Чеховщизна было торжественно открыто летом 1967 года и получило свое название в честь полувекового юбилея Октябрьской революции. Дело, видимо, в том, что пляжи здесь постоянно обустраивались, обновлялись. Раз в несколько лет сюда привозили, да и привозят песок из Немана. А это кадры 1992 года. Гродненцы отдыхают на территории центрального пляжа. Огороженное место для купания, не очень чистая вода, много камней и деревянный настил. На протяжении многих лет ходили слухи, что старейший действующий пляж города могут закрыть. Но сегодня он по-прежнему принимает отдыхающих. К новому сезону тут обновили лавочки, теневые навесы, кабинки для переодевания. А также включили питьевые фонтанчики и поставили биотуалеты. Кстати, именно здесь, на центральном пляже Гродно, скоро появится понтонный причал для маломерных судов, что облегчит жизнь туристов, прибывающих в наш город по воде. Здесь можно будет пришвартоваться и пополнить запасы пресной воды. Эти архивные кадры наталкивают на сравнение и размышления. Ничто не стоит на месте. Просто иногда так хочется, чтобы изменения к лучшему происходили чуть быстрее. Какое же лето обходится без походов? Небольшой рюкзак, хорошая компания и тщательно разработанный маршрут. Среди архивных сюжетов мы нашли один, который привлек внимание богатством картинки. Нам сложно сказать, что это было за путешествие. Может быть, кто-нибудь из гродницев узнает себя и отзовется. Молодым везде у нас дорога. Эти слова известной песни предлагаем воспринимать буквально и последовать за юными путешественниками по дорогам Гроднищины. Ребята идут налегке. Их главная задача – предстать перед камерой в лучшем виде. Они двигаются ровным строем в заданном направлении. Это можно заметить потому, насколько хорошо выстроен кадр. Те, кто не раз ходил в турпоход в школе в 80-е и 90-е годы, наверняка вспомнят, как ныла спина, и лямки тяжелого рюкзака резали плечи. Как хотелось поскорее организовать привал. Как разбивали палатки, на ходу подсчитывая, хватит ли всем спальников. Как спорили, что варить в единственном котелке, макарон или уху. А потом вечер, непременный костер и разговоры до утра. И сегодня, спустя десятилетия, мы идем дорогами, знакомыми и незнакомыми. Помогаем вращаться в земле. Ведь из походов, путешествий и перемещений состоит жизнь каждого существа на нашей планете. Субтитры подогнал «Симон» Самая высокая температура июля была в Гродно в 1997 году, чуть больше 30 градусов Цельсия. А минимальная температура воздуха, всего плюс 6 градусов, зафиксирована в 1974. Однако, как бы ни было на улице, прогулка по городу всегда уместна. Город, как и мы видим его сегодня, на ваших экранах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Пробегают летние дни, играя в лучах солнца и догоняя теплый ветер. Это лето особенное. Впрочем, как все прежние, все последующие. Ведь любое лето – это маленькая жизнь у каждого из нас, наполненная впечатлениями и эмоциями. Вместе вспоминаем прошлое и живем настоящим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин